Добрый день, дорогие друзья, сегодня речь пойдет об Алексею Баталове, советском и российском актере театра и кино, кинорежиссере, сценаристе, педагоге, народном артисте СССР. Алексей Баталов родился 20 ноября 1928 года во Владимире в театральной семье. Отец, актер МХАТа Владимир Баталов, мать актриса Нина Ольшевская. Когда Алексею было пять лет, родители расстались, мать вышла замуж за писателя Виктора Ардова. В их квартире на Ордынке бывал весь цвет русской интеллигенции, Михаил Булгаков, Осип Мандельштам, Фаина Раневская, Борис Пастернак, Анна Ахматова. Алексей впервые вышел на сцену во время войны в эвакуации в Бугульме, где его мать организовала свой театр. В 1944 году он дебютировал в кино, снявшись в эпизодической роли в фильме «Зоя». В 1950 году Баталов в Москве окончил школу-студию МХАТ имени Немировича Данченко. После окончания школы-студии его в числе лучших молодых актеров командировали в Центральный театр Советской Армии. Через три года он вернулся во МХАТ, но больших ролей в спектаклях не было, в основном участвовал в массовке. Успех ждал Алексея Баталова не в театре, а в кино. В 1954 году он сыграл в фильме «Большая семья Иосифа Хейфица». Позднее Баталов еще не раз снимался у Хейфица в кинолентах «Дело Румянцева» «День счастья, дорогой мой человек, дама с собачкой». В 1955 году также были съемки в фильме «Мать», где он играл Павла Власова. Алексей Баталов гордился этой ролью и возможностью поработать с Хейфицем. Настоящей знаменитостью актер стал в 1957 году. Вместе с Татьяной Самойловой он снялся в военной мелодраме «Летят журавли». Фильм получил золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля, став единственной советской полнометражной картиной, удостоенной этой премии. Спустя четыре года Баталов сыграл физика-ядерщика Дмитрия Гусева в картине «Девять дней одного года». По опросу журнала «Советский экран фильм» признали лучшим в 1962 году, и исполнителя главной роли Алексея Баталова, лучшим актером года. С начала 1960-х актер занялся режиссурой. Первый опыт Баталова-режиссера, фильм «Шинель на Ленфильме», где он проработал с 1957 по 1975 год. В киносказке «Три толстяка» Алексей Баталов был и постановщиком, и актером, в роли канатоходца-революционера Тибула без дублера и страховки выполнял опасные трюки. Последняя режиссерская работа артиста вышла в свет в 1972 году, фильм по роману Федора Достоевского «Игрок». С 1975 года Алексей Баталов преподавал актерское мастерство во ВГИК, с 1979 — профессор, с 1989 — заведующий кафедрой актерского мастерства. Выпустил в качестве руководителя курса «Семь актерских мастерских». В 1979 году Баталов снялся в самой известной картине в своей актерской карьере, мелодраме «Москва слезам не верит». Картина занимает второе место по посещаемости среди отечественных фильмов за всю историю советского проката, его посмотрели 84,5 миллиона зрителей, а в 1981 году лента получила премию Американской киноакадемии «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке. На этой киноработе Баталов практически завершил актерскую карьеру. В 1990-е актер снялся еще в нескольких фильмах «Досье человека в Мерседесе», «Похороны Сталина», «Полтергейст-90». Все остальное время он посвящал преподаванию, даже в преклонном возрасте. В 2002 году Баталов получил главную российскую кинонаграду, Нику в номинации «Честь и достоинство», а через шесть лет на кинофестивале ВГИКа ему первому в истории института вручили приз признания поколения. Также он занимался благотворительностью и был президентом многих кинематографических советов и фестивалей. Автор книг «Судьба и ремесло и диалоги в антракте», а также мемуаров. Первая жена Ирина, дочь Надежда, переводчик, вторая жена Гетана Леонтенко, потомственная артистка цирка, танцовщица на лошади, цыганка по национальности, дочь Мария, с рождения страдает ДЦП, окончила сценарный факультет в ВГИКа, стала литератором, пишет сценарии, выпустила книгу, является членом Союза писателей и Союза кинематографистов России. Алексей Владимирович Баталов скончался 15 июня 2017 года, на 89-м году жизни, в Москве. Народный артист СССР, награжден Орденом за заслуги перед Отечеством второй степени за выдающийся вклад в развитие отечественной культуры, многолетнюю творческую и педагогическую деятельность. Присуждена государственная премия СССР за исполнение роли Георгия Ивановича в фильме «Москва слезам не верит». Государственная премия РСФСР имени братьев Васильевых за исполнение роли Дмитрия Алексеевича Гусева в фильме «Девять дней одного года». Премия Ленинского комсомола за создание образов советского молодого человека в фильмах «Летят журавли, дорогой мой человек». Дорогие друзья, я благодарю вас за внимание к моим видеороликам. Спасибо за ваши лайки и комментарии. Желаю вам крепкого здоровья и благополучия.